Два, один Я сейчас давно проверю Или там стримит Чудно Что чудно Вашу маму и там и тут? Класс Написано поздоровайтесь с автором трансляции Здравствуй автор трансляции А она у Вас куда идет трансляция? Идет в сообщество ВКонтакте Скурш у нас там уже лайк полетело Кого треснуть? Нет, не дай линьку вот эту вот Вот прямо вот у нас И карандаш там должен быть В розовом стаканчике и оранжевый карандаш А карандаш деревянный Ты сказала оранжевый, я нашла оранжевый Розовый значит Ну что теперь делать? Извините Друзья Любимая песня играет Леха Фадеев уже спрашивает Когда новый альбом? Зачем старый-то альбом в блог? Объясните мне, пожалуйста А у тебя там какие-то вопросы, да? Они да, да, да Класс Артина классная Огонь вообще Питер Это Питер Это Питер, детка Да Я буду читать Тут люди интересуются Вы говорите, будете читать? Да, буду читать Да, давай поставим А что, ты хочешь, чтобы я, да? Окей О, я тут с каким-то опозданием Это нормально Слушайте, я первый раз участвую в этих делах Давайте спросим наших видеослушателей Если вы нас слышите и видите Поставьте вот такой большой палец в стриме Мы сейчас будем стараться отвечать на ваши вопросы Во всех эфирах одновременно И в радио, и в видео, и в аудио, и как хотите Все, посыпались пальцы вверх Пальцев вверх многое же Замечательно Что-то случилось Причем заранее Потому что оно еще что-то не случилось Без подсказок Сегодня работаем для суфлера Обратите внимание Да Ну вот этот А-а Обратите внимание Стол чистый Никаких заготовок у нас нет Ни по бумажке Сегодня чистый Экспром Читаем вопросы Отвечаем Все по-честному Все по-чесноку Да, все по-чесноку Да, кто слушает эфир радио-рок онлайн Тоже поставьте вот такие два пальца вверх Если вы смотрите одновременно и стрим, и эфир Потому что звук, наверное, будет все-таки лучше слышно Параллель Жара 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 Пятница Ну, единственное, что я, конечно, постараюсь тут Одним глазом Но я боюсь, что я прогляжу глаза Ну, что страшно Мы же все равно смотрим Скажем так, будем общаться С вами А наши уважаемые подписчики Будут постепенно Реагировать Наверное, на сказанной нами Подарки тут вам дарят Подарки? Да Ленинградское время 20 часов 0,4 минуты В городе на Неве 20 часов Так, а по московскому Лунинче сколько? В Москве 5 минут 9 Луганский, говорит, наш Луганский были Хороший Добрый Привет всем слушателям Радио Роконлайн Хорошей, доброй пятницы В эфире Заблудшая дочь радиостанции Анжей Всех рада слышать В этот прекрасный вечер Только что прозвучала композиция Московской Замечательной Я бы сказала Несколько эпичной Группы Диджи Мортал И все неспроста, братцы Потому что вот прямо сейчас Специально Из столицы матушки К нам приехал Он Столист Этой самой небезызвестной группы Серж, сейчас привет Привет слушателям Привет многоуважаемым И любимым всеми Диджей С возвращением На волну Роконлайн Да Расскажи Вот я на самом деле Хочу, чтобы это сейчас Оценили все Этот человек Приехал Специально К нам в гости Да Вот Случилось так, что Мы хотели Прибыть на радио Роконлайн В день нашего концерта В городе Санкт-Петербург Во время тура Когда мы играли Клубимот Но там были Технические неполадки Профилактика была На волне Такое бывает И мы дали обещание Что мы постараемся Все равно Приехать Отдельно И Пообщаться С диджейом С радио И вот Обещание выполнено Выполнено обещание Отдельный респект Круто Это здорово Ну тогда Давай пару слов Расскажем Про концерт Который у вас Все-таки был В Петербурге Был он в клубе МОД Замечательно Как оно было? Оно было Очень драйвово Честно говоря Вот сейчас В памяти Один из Таких концертов Который Сразу же всплывает Энергетика Петербурга Специфическая Потому что Я бы так сказал Люди В Питере Делятся на Слушающих Которые отрываются Те, кто слушают Они, как правило Очень предвзято Оценивают Все, что происходит На сцене Да-да-да Есть у нас Интеллигенция А внизу На танцполе Там, скажем так Происходит угар Свойственный Для всех Рок-концертов Вот И надо сказать Что Под конец концерта Вот Вся публика Которая сначала Начала Скажем так Сверху Клуба Скажем Из вип Ложи Она спустилась вниз И это было Очень приятно Почувствовать И Наверное Первый раз в жизни Была сделана фото Ну знаете Как музыканты делают Фотографии Когда Они на сцене А сзади Все слушатели Классика И вот я сказал О том Что мы хотим Сделать с вами фотографии И люди все Поднялись на сцену Вау Вот это Эта фотография Это вот Что-то с чем-то Она ездит там В сообщество Можете ее найти Где-нибудь Это что Все влезли на сцену Ну Скажем так Уж может большими Рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок На этой фото Да Кстати Кто первый Его найдет Мы тогда Ему Прямо в эфире Передадим Вот такой привет Так что Пишите в комментариях Кто найдет На общей фотографии Из Питера Нашего гитариста Алексея Тот получит Вот персональный лай Туда В стрим Да Братцы У нас идет Отдельная еще Видеотрансляция В официальном сообществе У ребят Так что Можете заходить В их группу Вконтакте Видеть нас Да Можете не только Нас слышать Но и поглазеть Одним глазком Может быть даже двумя Мы даже попробуем Подглядывать И поотвечать на вопросы Насколько это будет Конечно же возможно Да Если что-то мучает вас Какой-то Недуг Связанный С желанием Задать вопрос В адрес Группы Дежим Мортал В мой адрес Непосредственно Пожалуйста Там в стриме Задавайте Да Я сейчас Даже как-то Сделаю поудобнее Трансляцию Поверну Чтобы все-таки Не проглядеть Что-нибудь Очень важное Ну вот Серж Расскажи Все-таки Питер Это не единственный Концерт Который у вас был У вас был целый Тур большой Сколько городов Успели охватить Каковы вообще Впечатления Мы успели Наверное Городов Шесть Или семь Хотя планировали Десяток Потому что Там на очередь Еще было Три города Краснодар Волгоград Ростов Но по определенным Техническим причинам Эти концерты К сожалению Отменились И мы по этому поводу Очень грустили Всей группой Вот А те концерты Которые прошли Ну Для нас Это был Не знаю Есть такое слово Челлендж Английское То есть Во-первых Это была Смена состава Во-вторых Это новое Шоу Концертное То есть Которое мы возили Уже принципиально Увеличивая Количество Бэклайна Аппаратуру Света И каждый раз Технически Был мандраж Чтобы вот Все вот это Вот у нас На сцене Заработано Вот Но могу сказать Что мы Очень счастливы Все концерты Прошли Замечательно Хотелось Продолжение Банкета Скажем так Но Мы ударили себя По рукам И сказали Что Ну Собственно Со сцены Я много раз Сказал о том Что Ну вернее И пообещал о том Что мы вернемся С новым альбомом В скором времени И это действительно так Я думаю Об этом сегодня Еще пару слов Пренепременно Пару слов скажем У нас Неограниченное количество В запасе Мы никуда не спешим Так что поговорим Обо всем О чем захочется И о чем захочется Нашим слушателям Хорошо Сейчас Ну вот Еще немножечко О Туре Все-таки Есть какое-то Вот Ну какое-то Одно яркое впечатление Все равно Все города Разные Разная публика Может быть Что-то Интересное Забавное Смешное Произошло Опять же Про Питер Рассказал Про эту фотографию Она вот У меня Она сразу Из этого тура Всплывает То есть Я прям Помню этот момент Как количество Большое Количество людей Залазит к нам На сцену И подает Руку Вот Это вот такой Да Это один яркий момент Ну а Что еще Такого Запомнилось Ну Наверное В целом Москва Клуб был Очень большой То есть Мы Открывали тур В клубе Театр Новым А он Огромный То есть Помещение Большущее Сцена Длиннющая И это было Очень приятно На самом деле Потому что Наконец-то Может было Разбегаться Распрыгаться Как говорится По всему Этому По всему Периметру Есть где разгуляться Да Есть где разгуляться Да К сожалению Ну не во всех Городах Такая большая Сцена Иногда приходится Там ноги Друг друга Отдавливать Вот Вот В Москве Была Такая Такая Сцена Огромная Это Большая Удача Я так скажу Потому что Конечно Есть цены И побольше Но мы Вот сейчас Работаем Как сольный Коллектив То есть Мы в принципе Последние Наверное Два Три года Больше Мы не играем Скажем так В связках Потому что Из-за Сложенности Технического Шоу Мы вынуждены Именно сольный Играть Потому что Вся Подготовка Что Все это Наше Поставить Оборудование Это занимает Часа три Наверное Четыре А вот Давай Для тех Слушателей Которые Вот Ну Случайно Каким-то Какое-то Разумение Кто-то Незнаком С творчеством Группы Даже Мой Случайный Слушатель Да Ну Такое Бывает В конце Концов Радио Рог Онлайн Охватывает Достаточно Разных Да Обширную Публику По всей Стране И за Рубежом Мы можем Через интернет Послушать Поэтому Давай Расскажем Что Какие Технические Особенности Вас Сколько Человек В команде Сейчас У нас Четыре Человека Четыре Вот На сцене Ну Уж Не Если Каждый С гитаркой Скромненько Подвигается А вот Скромненько Мы не двигаемся Все движения Выверены У нас Часы Концертная Программа На данный Момент Она Идет От и до Все С ребятами Отработано Я не буду Спойлерить На самом деле Очень Хотелось Это шоу Показать Побольше Городов То есть Реально Еще раз Грусть Тоска О том Что мы Не попали В Ростов Краснодар Привет Всей публике Мы туда рвались Вот просто Вот так Когтями К сожалению Не смогли Вот И Если говорить О том Сложное Или не сложно Вот техническая Вот именно Ваша особенность Какая Ну Во-первых Это у нас Собственное Световой Так называемый Сетап То есть У нас Нное количество Приборов На сцене Которые Работают Синхронно С нашим Концертом Сетом То есть Это не просто Там Дикотека Продуманные Так скажем Запрограммированные Штука Которая Работает Вот Кстати говоря О птищах 24 февраля В Калуге У нас будет концерт Такая вылазка Музыканты Называют Breaking From Studio То есть Мы Временные Студийного Процесса Записи Нового Альбома Вырываемся И опять Неземно Сцену Вот там Будет Возможность Оценить Все Соответственно У нас И сцена Под нас Полностью Там готовятся Технически Подиумы Всякие Разные Стробоскопы Головы Вертушки И все это Нагромождается Долго-долго На сцене И потом Соответственно Получается Из этого Какое-то Огонь Огня нельзя Огня нельзя К сожалению Мы Хотели Огонь Хотели Огонь В прямом смысле Хотели Огонь В прямом смысле Но Дали Что Приходится Жечь Так Самостоятельно Своими силами Энергетикой Жжем Вот Туда Слушай Ну это Отлично Это же Даже лучше Когда Вы вместе С публикой Этот огонь Разжигаете Самостоятельно Ну Слушай Тут уже Ваши Поклонники Ваше Творчество Уже Вперед Забегают Далеко Ну давай Уже Поговорим Немножечко Про будущий Альбом Потому что Все ребята Которые Снят в вашей Группе Они знают Что сейчас Вы Не выступаете Именно по той Причине Что приступили К записи Нового альбома Который у вас По счету Вот непонятно Шестой Или седьмой Вот да Такой спорный Вопрос Ну да Говоря шестой У нас получается Наш живой Лайв Который вышел Мы есть Будущее После Диви Сняли И соответственно Вышел Лайв Такой альбом Его можно послушать На всех платформах То есть Официальный Живой альбом Но если считать Студийными дисками То есть Полноформатами То это действительно Сейчас мы готовимся К шестому альбому Студийному альбому И готовимся Его выпускать Ну вот я тут Видела Ну так Вопрос Вброс в космос Интересно Каковым Будет Новый альбом Вот так вот На вскидочку Удочку Давай закинем Длинным он будет Длинным То есть Каждый трек По 10 с половиной минут Нет 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 Там вообще Скажем так Есть определенная Концепция То есть Там не будет Просто набор треков Там с первого По десятый И все Ага То есть Все непросто Там будет Все непросто Да Оно готовится Оно сейчас Вынашивается Оно Кипит Бурлит Даже скажу Больше Вот сегодня пока На Сапсане К вам добирался Из столицы Потратил Честно потратил Вот эти 3 с половиной часа На написание лирики К моим трекам То есть Я вот Принципиально Включаю Демо-версии песен И вот Сижу работаю Над текстами Так что Все Работа Как вижу Но вы еще не пишете У вас еще только Вот Это продакшн Ну это самый интересный Захватывающий процесс Сколько Вот Я так понимаю Что ты В основном Занимаешься Вот Продукт Да нет Все Все группы Занимаемся Скажу Больше У нас У этой работы Сейчас Впервые За всю историю Продюсер У нас появился Продюсер Именно Работает Не то что У нас там Пробюсирует А вот Этой пластинке Да Этой пластинке Работал Над звуком Работал Датчанин Якоб Хансен И Николай Бажен Метал Это интересно Это интересно Мы Сейчас Стараемся Все больше И больше Время Тратить Именно На создание Материала Такая Скажем так Идет Трепетная Работа Я так сказал Рождение Нового материала Всегда Каждый раз События Да Да А вот Скажи Как к первым детям Как относишься Сейчас Всегда 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 Хорошо Всегда Хорошо Первые дети У нас был 2006 По-моему Вообще 2006 По-моему Год Это был Сингл А Я лично Отношусь К первому Альбому Необратимость 2007 Год Прям Вот Как Первницу Да Это был Вообще Для нас Тогда Был чумовой опыт Потому что Мы прямо Решили сразу Стрельнуть В потолок Мы С демками Какая-то группа Сразу С демками К датскому Продюсеру Направить На Слушай Мы хотим У тебя Сводить Альбом Мы думаем Ну С вами Смена Да Какой он У нас Возьмет Сейчас Сводить А он Отвечает Да Все Я готов Мне все Понравилось И мы Сидим И что Теперь Делать Пути Человек Дал ответ Ну Давай И что Давай Делать Вот Поэтому И мы Задрали Планку Ну На мой Личный Звгляд Сразу Прям Вот Выстрелили По По Качеству По Наполнению И дальше Уже Вот Эту Планку Приходится Придерживаться И идти Вверх Вверх То есть Как Некоторые Группы Они Как Первый Альбом Полу Гаражный Какая-то Там Это Самая Второй Альбом Уже Научились Микрофон На третьем Альбоме Барабаны Больше Не набиты В Миди Да Там Нет У нас Прям Вот Сразу И Поставили себе Планку И Уже Потом Как я Сказал Под нее Сейчас Работаем А вот Сейчас Пластинка Она уже Имеет Совсем Другой Я так Сказал Подход К работе То есть Мы Там Сложность Некая В том Что Нельзя Просто Написать Энное Количество Песен Там Задумка Короче Такая Серьезная И вот Все Это Нужно Сопоставить Скрепить Нужно И По-стоящему Ну Ребята Слушайте Что-то Они там Напридумывали Надо Надо Ждать Потому Что Должно Быть Интересно Звучит По-крайней Мере Очень Загадочно Мне уже Очень нравится Как звучит Вот Первые Демо Версии Песен Они звучат Очень Круто Потому Николай Уже Сделал Для них Более-менее Хороший Звук И Я вот Сам Слушаю Дему И уже Готов Все Прям Иногда Говорят Вот Все Вот Так Оставить Нормально Но Я знаю Что Это Не Так Но Тем Не Не Тоже Разница На Сам Пред Продакшн Ну Не Многие Группы Делают Пред Продакшн Честно Говоря Они Просто Сделали Материал Какой То И Сразу Пришли С ним В Что Небудь Из Пред Шестой Даже Шесть Ладно Их Шесть На Самом Деле Их Шесть Вот Шесть Альбомов Вот Ну Когда Ты Был Помоложе Там Все Равно Опыт Делаешь Опыт Это Опыт Да Есть Что Такое Что Из Прошлых Альбомов Ты Слушаешь Нет Сейчас Ох Ты Какой Вот Такого Нет Честно Сказал Это Очень Круто Мы Всегда Подходили Серьезно К звуку Всегда Подходили Серьезно К качеству И Нет Ни одного Альбома Где Я Слушаюсь Вот Здесь Надо Гитары По-другому Сделать Или Бочка Не Такая Все Альбомы Начиная С Необратимости Студийные Они Все На мой Взгляд Ничего Это Менять Не Хочу Не Буду Не Слышу Не Не Знаю Поклонники Может Тоже Могут Сказать Как Там Своё Я У нас Садится Батарейка Мы Сейчас Зарядку Найдем Сейчас Будет Все В Порядке Чтобы Вас Читать Да Поэтому Менять Ничего Не Хочется Честно Признаюсь Такой То есть В те 6 Альбомов На Концерте Ты Любую Песню С удовольствием Исполнишь Да Нет Ну Нет Исполнить Любую Песню С удовольствием И Менять Что-то В студии Нет Есть Треки Которые Ну Мне В принципе Не очень Хочется Играть Вживую Скажем Так Ну Есть Так Потому Что Потому Что Просто Не Хочется И Все Бывает Такое Бывает Не Растет Все В общем Ребят Кто-то Из Москвы К нам Приехал И Я Считаю Что Если К нам Только Что Кто-то Присоединился Буквально Недавно И Уже Хочет Наверняка Послушать Что-нибудь Мы Просто Ввязаны Оправдать Эти Ожидания Что Послушаем Все Спустя Что Скажешь Про Композицию Ну Знаете Мы Когда Готовились К эфиру Мы Решили Никого Не удивлять Особо И знаем Что Ну Какие То Вы Правильно Ты правильно Сказала Что Могут Люди Слушать Прям Вот Оп Что Это Такое Такое И взять Просто Из Ресурса Яндекс.Музыка Топ 10 Песен Самых Про И Песен Поэтому Много лет Спустя Это Почему-то Второй Популяризм Трак Первый Я так Понимаю Мы прослушаем Ну Сумачей Да Но Это Наверное Из-за Клипа Ну В общем Если Кто-то Вдруг Еще Случай Не Слышал Ребята Много лет Спустя Молодцы А есть Зарядочка Да У нас Айфоновая Афоновая Зарядка Нужна Хочешь Воткнись На У тебя Никакие Нибудь Не Крути Телефон Как Мы Быстро Разрешаем Вопрос Что-то У нас Эфир Продолжался Так Так Чайку не захотелось Делать Случайно Нет Оле Нечем Пицца Работ Оператор Да Тут аклодисментов Отдельных Стоит Конечно Оператору Подвесить Потому что Это Дело Это нешуточное Зато Сколько людей Благодарны Сейчас Сколько Людей Где Косяки Что такое Говорит Вас слышно А музыка Нет А музыку Нужно Слушать В эфире Радио Рок Онлайн Вы Включайте Там Есть Ссылки Сайт Роконлайн Роконлайн Точка Руда И там Есть Прямо Стрим Включайте И слушайте Привет из Саратова Саратова Привет Из Санкт-Петербурга Стоит ли ждать Альбом В 2018 В 2017 Году Да Наверное Стоит Бордо Привет Да Давай Чего Вот Много лет Спустя Много лет Очень классная Татьяна Пишет Репатова Это она Классная Много лет Или Пересечет В Минске Ждем Да Минск Вообще Кстати Вот Сейчас Про Минск Обратно В Минск В тур По Минску Поедем Привет Из Уфы Вы В Уфе Были Из Омска Вот До Омска Мы еще Не доехали У нас На самом деле Как-то До этого Самая Крайняя Точка По географии Куда мы Доезжали Это А надо Замахнуться Кто-нибудь В Хабаровск А вот Как Я тут Посмотрел Как Авиакомпания Ну что Дофига Всего Ну Порядка Наверное 35 Из светового Оборудования Все просто Гора Челяба Челяба Были Ждем Ждем В гости В Белгород Белгород Ждем В гости В Колумб В Москву Спасибо В Зеленограде В Зеленограде Рока Совсем Не стало И это Правильный ответ Песня Татьяна пишет Песня Классная Классная Много лет спустя А песня Радио Радио Не могу На работе На работе Много лет спустя Одна из любимейших Композиции Много лет спустя Много лет спустя Друзья Тоже Решили Заглянуть Тоже Видос Следят Михаил Давыдов Заявляет Что это для него Культовая песня Михаила Расскажите В комментариях В чем культовость Этого трека Для вас Ксепия Будет Ксепия Поставим Да Поставим Ксепия Слуна Не хотите Спеть А что-то Вы мне заговорили Уже Про фикторы По-моему Есть фоновый Минус На механический Рассвет Есть На Системном Блоке 2005 Привет Из Новокузнецкого Но В Новокузнецке Еще не играли Много лет спустя Группа Диджи Мортал Прозвучала Только что В эфире Радио Роконлайн И Серж Солист Этой самой Группы У нас Сейчас в гостях И пока что Я надеюсь Уходить не собирается Пока нет Нет Мы не обсудили Еще очень много Важных вещей Например Что касаемо Все-таки Вашего нового Альбома Ну расскажи сам Ну что я буду Вытаскивать Рассчитываем на помощь Наших поклонников На самом деле Почему Объясню Потому что Мы хотим Заложить вообще В релиз В выпуск Нашего новой Пластинки Не только Не только Просто Написание Самой музыки Но еще И хотим Сделать Большую Красочную Презентацию Хотим Туда Заложить Еще кучу Кучу Всего И для этого Нам Скорее всего Понадобится Делать Краундфандинг Проект Вот И если Наши поклонники Вот те Кто сейчас В эфире У нас А их Такое ощущение Немеренно Просто Нет У нас Отзывчивые Поклонники Мы им Благодарны И надеемся Что Они нам Помогут В выпуске Новой Пластинки Потому что Там Довольно Серьезная Финансовая Затрата Придвинется И Мы Хотим Что Наши поклонники Сами В этом Поучаствовали Это нормально Сейчас На сегодня Это Краундфандинг Это Наше Все Сейчас И Мне Кажется Что Доля Благоразумие В этом Есть Потому что Особенно С отзывчивыми Слушателями Это Только В плюс Причем Всем Ну расскажи Тогда Какие ништяки Будете предлагать Подумали Уже С ребятами Да Мы Сейчас На самом Деле В процессе Обдумывания Ништяков Находимся Ништяки У нас Пендинг Как Говорит Но Кстати Говоря О птичках В ближайшее Время Наверное Анонсируем Это В наших Ообществах О том Что Мы Хотим Сделать Краундфандинг И Мы На самом Деле Нашим Поклонникам Коль уж Мы Призываем Работать То есть Участвовать И Финансово И так Далее Пусть Они Нам Тоже Расскажут Что Они Хотели Уникального Группы Получить Понятное Дело Что Футболки Кофты Майки Все будет Понятно И CD DVD Кроме Этого Что Может Быть Хочется Совместный Поход В баню Ну А Что Ништяковый Ништяк Мне Кажется Не Знаю Не Знаю Нет Ну Может Быть Там Кто-то Мне Несколько Раз Спрашивал Даю Я Уроки Вокала Например Урок Вокала Я Не Даю Но Если Вот Реально Есть Так У Кого То Хочется Общаться Поговорить Вокалистам Да Я Готов На Это Не Вопрос А Ты Прям Выучился Где-то Да Чего Петь Там Я Не Знаю Ну Музыкальная Школа То То Образование Какое Это Обязательно Конечно Не Абсолютно Не Нужно А Сколько Музыкантов Есть У которых Прям Профильное Образование Есть Для этого Я Все-таки Считаю Здесь Я Наверное Скажу Нет Потому Что Музыканты Отличаются Все-таки Вот Не музыканты Скажем Ну Прям Да Будем Говорить Потому Что Музыкальная Грамота Умение Построения Гармонии И Прочее Прочее От Возможно И Умение Играть Там Табулатура Например Гитарные Риффы На нулях Там И так далее Это Все-таки Разные Разные Вещи Я Наверное Музыкант Все-таки Да Базово Я Сразу Разницу В композициях То есть Я Например Сразу Могу Сказать Вот Ну По Вещи Это Музыкант Писал С Классическим Бэкграундом Музыкальным Или Самоучка Я Не говорю Что Самоучка Это Плохо Просто У Самоучек Есть Свои приколы Некоторые Грамотные Вещи Не мешают Что-то Такое Оригинальное Придумать Да Согласен Все-таки Музыка Есть музыка Вот Тут Меня Никто Не переведит Мне кажется Ты Первый Честно говоря Я В смысле Музыкально Грамотный Да ладно Серьезно Очень С большим Количеством Музыкантов Общалась Уже И Действительно Далеко У всех Прям А подожди Давай тогда Поговорим А что Ты закончил Где Музыкалку У тебя Музыкалку Я закончил Почти 7 лет Фортепиано Потом 2 года Гитара Ну и все Это время Там все Это Бабочки Нет Я когда Не был Еще Бабочек Как-то Галстучки Галстучки Тоже Хорошо Ну Нет Я Как бы Непрофессиональный Музыкант Я имею в виду Консерватория Там Какая-то Прошилактория Нет Это все Нет Меня Какая-то Сторон Понесло Но Еще раз Да Базовое Музыкальное Образование Музыканта Оно Оно Сразу Выделяет Среди нас Музыкальное Построение Музыканта 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 Так Песни Вот Берем Любую Которая на радио Играет Сразу Слышно Дело В том Что Единственный Момент Есть Продюсеры Именно Еще раз Продюсеры Продюсеры Работу На Матери Вот У них Есть Музыканта Музыка Музыка Да Набора Каких-то Изощр Всему Есть Место Но Люди Если хотите Уметь Петь Играть Играть Идите В музыкальную Школу Вот Все Не надо Ходить На Быстрый Курс Обладевания Там Фаз Не знаю И Как это Может быть Это Экспресс Уроки По Оперному Вокалу Ну Как Так Хорошо Тогда Скажи Ко мне Место Ты в музыкальную Школу Еще по Классу Экстремального Вокала Нет Я Ни у кого Не учил Как Вот так Как ты это Делаешь Расскажи Мне Пожалуйста Гальтани Вот Здесь Нет Если Есть Слух И Есть Мало Мальские Понимание Того Как Работает Голосовая Пора То Можно Любым Вокалом Петь Ну Тоже Не Секрет Можете Видеть Типа 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 Люди Поют Всякими Голосами Потому Что Я не знаю Как это Делать Да Ну Как Вы Видео Смотрели Нет Ничего Не смотрел Ни у кого Не научился Уроков Не брал Просто Взял И стал Петь Слушай Классно Я На самом деле Открою тебе Небольшой Секрет У меня За плечами Семь лет Музыкалки Четыре Музыкального Волюджа И пять У них Семь Я И я И где Пластинки Я не понимаю Как ты это Делаешь Ну Это Божие Не Пожалуйста Нет Это Не больно Это Ну Если Делать Это Правильно Я Сейчас Те Люди Которые К нам Соединились И Куда Вообще Будут Не Понимают Если Делать Это Правильно Сначала Были Ощущения Легкие Но Потом Оно Как-то Идет Идет И все У меня Есть Я Называю Боевой Режим Курла Который Мы Выезжаем В тур Я Пытаюсь Привезти Обратно В рабочее Состояние Тяжело Ежать Не Всегда Но Стараемся Зайти Концерты И Уже Где-то Так Ближе К Выезду Куда Уже Боевой Режим Настроен И Можно Петь Всеми Разными способами Игры Искрим И чистый Так называемый Вокал Боевой Режим Это То Что Мне Нужно Освоить Будет В Будущем Люди Распеваются Я Знаю Что У нас Многие Монников Классическим Музыкальным Именно Потому Что Музыка Идет Из Ну То Есть Немножечко У нас Сейчас От Волнения Полетело По У нас Пошелось Раз Онлайн От Смелось Просто В Питере Группы G-Mortal Да Они Как бы Это самое Питер Это такой Город Он Очень Режим Сразу На Все То есть Как только Что-то Ус Песни Будем играть Песни Будем Играть Конечно А там Кстати Кстати У нас Еще Давай Зачтем Что У нас Тревожит Давай А скажи Тут А вот Они Подняться Они просто Убегают А вот Нет Они Вот Развучить Немножечко Попозже А сейчас Послушаем Механический Рассвет В исполнении Нет Держим Мortal 2007 Года Образца А там Нормально На нее Все Порядка Вот Человек Приехал Где Ты Вот Смотришь Я Сейчас Посмотрела Не Поднять Вопросы Нет А я Читаю Что Принести Там Что-то Про Оператора Кстати Писали Потому Что-то Что-то У нас Случилось Помогите Музыкальная Среда Омска Александр Зарубин Лучше Приезжай В Музыкальную Субботу Мы Для себя Делали Вывод О том Что Концерт Нужно Играть На выходные Был Плач Опыт Какой-то Ну Да Да Воронеже Было Жарко А где Не было Жарко Где Было Тухло Где Где Было Холодно Ждем В Украине В Украине Соскучились Очень Кстати Мы Последний Тур 60 Полгод Как раз Мы Украину Объехали Там тоже Публика Что Вдохновляет В такую Погоду Ну а вот Какая Дальше С погодом Скажем Я бы вообще ничего не поняла Плюс 2 градуса Легкая Облачность Вчера был у нас Чет С удовольствием приехала Учеба Работа Музыка Александр Вы живете В этой Жизни Один раз Вот теперь Мне 65 На пенсии Могу на концерт Сходить День Какая у вас Песня Таня Четыре слова Не знаю У меня Своя Любимая Песня Ограниченность Какая Ну как Одна Она Не может Быть Одна Или нет Своя 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 Друппа Кайфкор Знаешь Знаю Хорошие ребята Будет ли Которые В ближайшее Время Думаю Что Небуде Лайки 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 Так А вы что Куда-нибудь Спешите Нет Мы в чат Впихиваемся Или Да Нормально В смысле Или побольше 20 20 Все Отпустить Наш 21 Нет Ты Дирижер Как скажешь Я Дирижер Просто Мы когда Сейчас С музыкой Немножко Под Подгоремся Чтоб Успеть Все Тогда Ожидается Турс Нового Альбома Ляки Нового Альбома Ожидается После Записи Выбук Нового Альбома Сделать Возможность Поприсутствовать На записи Альбома В студии Ништяк Ништяк Хорош Спасибо Спасибо Неплохо И кстати Хотел Залить Арт Вашим Логом Не могу Может еще Все получится Напредитесь Луга Братья Домой Приезжаем Корпоративка Я подозреваю Это будет Первый Ваш Корпоратив Есть Вариант Сделать С нами Совместный Есть Может взять Наш трек Испеть Вообще Хотя Наверное Книжтекам Относилось Да? Совместный Правиль Хотя Если взять Бубер А если Серьезно Сделал Предложение Подписи Перехода Девушки Олег Это Ваканс Нет Это Насил Да Блин Дорогая Простик И гостя Перекода Зачем Ну вот Мы вернулись Продолжаем Общаться С Сержем Привет Привет Серж Рассказывает О своей группе Которая Называется Диджи Мортал Это Информация Для тех Кто Только Что К нам Присоединился И не понимает Что Происходит Вообще У нас В студии Сейчас У нас Тем временем Жара И Ну Я надеюсь Что Вы Славное Время Проводите Как Да Замечательно Спасибо Значит Так Давай Поговорим Сейчас Я Насколько Это Болезненно Для тебя Прошло Я В группе Нет Золотого Большого Состава Я вообще Не знаю У нас Все эти Годы Меняется Состав То есть Закон Прекрасный И уходит Че Я знаю А Диджи Мортал Как Продолжается И Сейчас На мой Гляд Каждый Каждый Состав Все Вот Заживем Да Потом Происходят Какие-то Непредвиденные Обстоятельства Но Я уже Перестал Расстраиваться На эти Темы Это Жизнь Все-таки В конце И Главное Понимать Что Групп Существует Все-таки Поклонник Вот Они Вижущие силы Я Кроме Казма Говорю Потому Что Здесь Нет Поклонников Нет Реакции Ни В каком Составе Хочется Створить Вообще Если Ты Видишь Вот Тебе Люди Идут К тебе Они Смотрят На тебя На твой Коллектив На музыкантов В нем Знаешь Уже Работаем С теми Кто Хочет У меня Позиция Простая Хочешь Работать Давай Будем Вместе Работать Когда Не хочешь Работать Спасибо За Все Всего Доброго Да Ну Просто Ну Это Наверное Эмоционально Тяжело И физически Ты же Работая В команде Как это называется Друг дружке И Потом Бах И Все По новой Насколько Тяжело Тебе Это Дается Или Уже Философ Как Ну Значит Теперь Вот Ну Да Философ Плюс Технически Сразу Хочется Ну Чтобы Ну Например Съемка Хлипа Хочется Снять Новое Видео Какое Там Пози Ты Ага Сейчас Начнем Потом Состав Меняется И Уже Думаешь Ну Наверное В В Новом Составе Снять Филип Эти моменты Они мешают Только Ну Развитию Команды Ну Немножко Стопорить Сессии Там Вот Эти Вот Моменты Тоже Уважаемый Пиар Тоже Мучается С этими Вопросами Как раз Только Был Состав Все Подготовили Промо Материалы Там Все Следующий Что Что Нужен Новый Постер А С другой С Это Новая Кровь Новые Какие-то Идеи Мы Новые Ну Про Толчок Я же Не знаю Нет Ну Наверняка Каждый Участник Группы Вновое Вносит Все равно Энергетику Вносит Вот Энергетику Идеи Ну То Что Говорят Серж Твоя Группа Держим Ну Она Не то Что Прям Моя Личная Это Все Так Группа Это Ну Да Я В Проекте Один Очень удобно Для меня Телефон Поэтому Если Увидишь Вопрос Можешь Сам Себе Его Задать В слух У нас Так Может Оператор Интернет Разогнать Можем Разогнать Интернет Тучи Разогнать В Петербурге Умеем А вот Как-то Я вот так Положу Да Давай Только Это Что Не шумело Нет Так Ну Хорошо Все поняла Я надеюсь Что я тебя Не Сильно Нет Как раз Мало Кто Ну Вот Привет Оригинальный Так Ну Тогда У меня Еще Вот Такой Вопрос Это История Жизненная Сегодняшняя Моя Ехала На встрече С тобой Летела На крыльях Митрополитена Санкт-Петербургского Ну Решила Немножечко Погрузиться В атмосферу Группы Послушать И Спустя Некоторое Время Одна Сцельная Сеть Мне сказала Что Все Хрена Сегодня Достаточно Вот Скажи Пожалуйста Как ты Относишься К тому Что Ну Вот Сейчас У нас У Говоря У Слушателей Да Появилась Возникает Сложность Возникает Некоторые Сложность Ну Для того Чтобы Например Что-то Послушать Нужно Это Купить Вот Попробуй Пожалуйста Посмотреть Сейчас Солнитель На эту Сторон И Как Потребитель Ты Все-таки Какой-нибудь Музыку Слушаешь Наверняка Во-первых Я считаю Что Сейчас Все стало Немножко Честнее Да То есть По отношению К музыкантам Еще раз Да Если не слушать Музыкант Это лучше Потому что Проигрывание Композиции Музыканту Какое-то Средство Которое Он собственно И тратит На создание Для тех же Кто ее и слушает Тут все Логично Говорите О инструментарии Вот Полчаса 15 минут 10 Ну Да Это неудобно Я Согласен Как слушатель Вот я Захожу В социальную сеть Мне надо найти Какую-нибудь Песню Я отбираю Имя Название Коллектива И мне Сто-пятьсот Песен Из которых Одна Записанная На диктофоне С концертов В третьей Какой-то Микс Четвертый Другой Другой Исполнитель И так далее Человек Просто Который Желает Услышать Оригинальное Звучание Вещи Песни Он слышит Всякую Хрень И ему говорят Послушай Группу Золотой Толчок Он набирает Что там Просто Какая-то Дрянь Кипится Так вот В этом Случае Как для Слушателей Я считаю Что Надо Официально Подписываться На Ту же Яндекс Музыку Да Там Выйти Там Присло Ты Доступ Ко всей Базе Выложены Те композиции Исполнителя Официально То есть Ты знаешь Что сейчас Я вот Включу Эту песню Она будет В том Виде В котором Ее задумывали И в том Количе Сколько Надо Вот Тут Я как бы На стороне Вот этой Вот Те То бишь За новость Можно платить Не нужно Да Просто Ну Смешно Уже На музыке За 5 тысяч рублей В месяц Это Это Прям Вообще Очень Дорого Пойти За вечером Пивка Попить На 5 тысяч рублей Это нормально То есть Ну Я тут Не разделяю Вот Эти Будем Честно Ладно Там Раньше Ну Сколько Стел Компакт Раньше Зеленый Да Вот Когда Выпускали Да Там Мродно Чтоб Купить Оригинальный Какого Ни Музыканта Ого Там Нужно Как он Стоит Маленькая Сонна Денег И все У тебя Есть все У тебя Есть все Музыканты Что Разве Это Несчастье Ну Кому Ты Это Умало Ведь Другой Возможности Не было Никакой Послушать Только Сбегай Купить Кассету 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 Диск Какие Там Какие Бит Рейты Там Слышно Уже А сейчас Да Наверное Это Такая Привычка Привыкли К тому Что Можно Было Так Спасибо Большое Пожалуйста Тут Промерекнул Замаживая Не успела Сейчас Не зацитирую Про Сообщение Кто Занимается Логотипами Вашими Применением Логотипов За Это Часть Несет Ответственность Наш Директор Во-первых Кто Разрабатывает Этот Сам Логотип Это История Давы Дизайнер Наш Майк Зубик Который Рисовал Обложки Съел Логотип Обрабатывает Вот Одного Мастера Руки Творения Один из Ваших Слушателей Готов Михаил Давыдов Я так Подозреваю Что Готов За Готов Или Заводу С Логотипами Так Что Запомните Это Имя Друзья Раступят Тяжелые Времена Спасибо Стакан Воды Логотип Разработайте То есть Мы ему Дадим Возможность Использовать Наш Логотип Он Привезет Воды И Что Там Хлеб Еда Почему Хлеб Да Ну ладно Хорошо Давай Перейдем К Серьезным Более Вещам Все Так Последнее Ваше Детище Это Вот Live Альбом Записанный Откуда Появилась Такая Идея Записать Именно В Формат Да На самом деле Никакой Идеи Нет Просто У нас Не было Такого В истории Коллектива То есть У всех Нормальных Коллективов Есть Официальный Live Альбом То есть Там Где Слушатели Скажем так Чуть более Продвинутые Которые Знают Группу Они Хотят Послушать Как Она Звучит Вживую Причем Украс Впрочем Я Могу Скать Так Что Я Знаю Я не Скрою Что Вживую Ну Невозможно Так же Как В студии Прыгаешь Бегаешь Осекаешься На сцене Нет Факт И Некоторые Поклонники Люди Да Слушатели Они Как раз Ищут И любят Слушать Такие Вещи Когда Ну Как Музыкант К настоящему Звучат Там С Лажем И так далее Им это нравится Другое Звучание Из теста Да И Мы хотим Чтобы это Было Не просто Из коридора Запись А нормально Многоканалка Скажем Все Что Красило Ну А как Иначе Это Нет Это Шаг Снять Это Очень Здорово Ну Да Я вот Другого Не понимаю Когда Музыканты Снимают Живые Концерты И Потом Переписывают Все В студии Много Питерских Команд Так Делают Так На личности Не переходим Ну Правда Это же Видно Другой Музыкант Смотрит Ну Да Чистенько Все То есть Люди Прыгают Бегают По сцене Там Под потолок Да Без этого А тут У них Все Просто Вот так Ну Это Некрасиво Неинтересно Вот так Я думаю На этот Счет Ну То есть Вот Вы Решили Что Вам В запасе Был Извини Мы Начинали С того Что У нас Никаких Неподсказок Ничего Нет Мы С тобой На сухую Общаемся Скажи Как Называется Альбом У вас Как Вот Лайф А Мы Есть Будущее Мы Есть Будущее Вот Я Когда Только Прочитала Почитала Что Замах Как То Ну Как Минимум Уверенные В себе Ребята А Это Факт Ну Вот Как С ним Разговаривать Вообще Не Ну А Штука Как С ним Разговаривать Мы Есть Буду Ну Что Ты Подкладываешь Подкладываю То Что Сейчас Вы Обсуждаете Одни Группы А Завтра Будете Обсуждать Нас То Сейчас Они Обсуждают Почему Есть Просто Мы Делаем Музыку Замах Хорошо Поясню Разницу То Что У нас Фактичные Тексты То Что Мы Говорим О Каких То Вещах Чуть Более Опять Же Называют Пост Апокалипсис Что То Такое Это Одно Другое Дело Сама Музыкальная Составляющая То Что Мы Видим Я Вижу Есть Какой Тренд Европейский Или Американский Вот Сейчас Делаем Апстер И Появляется 100 500 Команд Которые Всю Жизнь Пытаются Уцепиться За Эти Тренды Они Бегут Вот Сейчас Выпустили Давай Сейчас То же Само Быстренько Сделаем Чтобы Наш Российский Потребитель Так Ж Это Все По Жаргонам Схавал Мы У нас Дорог Туда Направо Заворота И Нафиг От такого Подхода Потому что У нас Вот Наша Дорожка Наша Композиционная Мы по ней Вым идти И Никто Нам Собственно Горя Не хозяин Поэтому Мое Убеждение Заключается В том Что Именно Такие Команды В свою Очередь Как-то Дальше Продвигаются Если Сейчас Проанализировать Прошлое Знаем Что Из Всех Новых Жанров Остались Единицы Те Кто Не начали Конкретно Вот Этот Жанр Такой Вот Они Там На Коне Остальные Кальки Копирки Это Все Ушло Извиняюсь Ван Даган Штамка Да Ну Тогда Ну Давайте Немножко Фантазию Подключим Естественно Твою Легко Вот Кем Ты Вообще Ну Очень Ж Кто Там Я Не знаю Музыку Слушает Последние Лет Пятнадцать Двадцать Видно Да Как Изменяется У нас Тенденция Сейчас В принципе Жанров Каких-то Конкретных Нет Сейчас Вот Этот Вот Синтез Всего Вместе Вот Перемешка Да И Чем Дальше Ближе Вылез Вот Давай Немножечко Пофантазируем Вот Лет Через Пятнадцать Еще Вот Что Может С музыкой Возврат Случиться Просто Все Тяжелой музыки Я не знаю Какое у нее будущее Как и вообще У всей музыки В целом Потому что На мой личный взгляд Все это Приобретет Другую форму То есть Вот эта типовая Концертная форма То есть Концерт Группы Вышла группа Отыграла Два часа Всем спасибо Все свободы Уйдет Будущее То есть Этого не будет Она не будет Больше восприниматься И скорее всего На мой взгляд Будет что-то другое Что-то иное Какая-то смесь Вот Не знаю Онлайн Оффлайна Виртуальной Реальности VR Что угодно Какие там Весь этот интернет Вещей Туда Можно тоже Приписать Будет другой подход Вообще К исполнителю К тому Что он делает Где он Это вообще делает То есть Да Печально Что Не ходит На концерты Потому что Им лень Ребенец Оторвать От дивана И прийти За угол Да Вот он Клуб Вот он там За углом Но ему Лень Ну не лень У него Другие планы Да А люди Которые Вот Мой виде Комментарии Из Челябинска Из Омска Не знаю Из Тюмени Они там Он пишет Я там Сейчас Прочитал Сообщение Я говорю Сейчас там Типа Счета жизни Сведу Если Я вас там Не увижу Так в чем проблема Приходите на концерт Но люди Они же такие Они не подчиняются Командам В массе своей Если не хотят Ходить Значит не нравится А не нравится Почему Ну значит Что-то не привлекает И вот Мой прогноз Простой Вот эта вот Сцена концерта Полностью Будет что-то другое Онлайн концерты Что угодно Вот Как-то так А вот что Что там будут Показывать Как это будут Показывать Это Эфир пишем Сохраняем Через 15-20 лет Мы все проверим Спасибо большое Серж Давай послушаем Композиция следующая У нас на очереди Фараон Скажешь что-нибудь Про нее Или сразу Слушать Да Наверное Сразу послушаем И тогда Перейдем К завершающей стадии Почитаем вопросы Ребята Задавайте вопросы Осталось Немножко времени До конца эфира Ждем Всех ваших Нюансов Ты уже практически Диджей на радио Я Если что Ты Мортал Группа Фараон Композиция Слушаем Главное Что поменьше Электротреш Какой программой пользуются Для создания Электроники Песни Саша Не программа Это Я лично Использую Синтезаторы Аналоговые Мой любимый Инструмент Это Ацесс Вирус Тянь Вот Большинство Электронных Звуков Можно услышать На альбомах Он Чем я занимаюсь Свободное время Приезжай на радио В Питер В Питер Одинек А че б нет А че Как Питер Кстати Москвичи же Особо Не жалуют Я б не сказал Нет Гулять Подепрессовать Тут у нас Дракаться Да Депрессовать В Питере Вообще Бомба Мне кажется Мы тут Депрессуем Круглый год Приезжайте Друзья Если вдруг Вам слишком весело Приезжайте Подепрессовать В Питер Тут по самым Депрессивным местам Питера Ой Это пожалуйста Если что Сколько Уходит Создание Дрожек Ну Зависит От умения Наверное Если умеешь Навернуть И звук То все будет Какой банк Звук Александр Зарубин Сегодня у нас Прям В топе В Калуге ждем Вера Вера В Калугу Приедем 24 февраля Всех своих Сильных половин Отпишите билетами На концерт Заделаем все Круто Красиво будет Откуда черпаю Вдохновение С японской Матой Диджи Мортал Не связано Она позже Немножко появилась Чем название Группа Черпаю Вдохновение Отовсюду Всех Пригласил И купил Билеты На всю Колуб Нравится Голос Ну кстати Вот о голосе Говорить Есть Тоже Момент Тонкий Потому что Здесь всем музыкантам Говорю Голосы То Что отличает Нас друг от друга Когда вы Учитесь Вокал У кого-то Снимаете Копируете Есть риск Потерять Себя Нет Уникальности Нет Подожди Но Когда ты Учишься Это же Не подразумевает Копирование Вот кто как Делает Кто копирует Просто Потому что Когда ты Хочешь Ну блин Я Народовец То есть Когда ты Хочешь на занятия Ты же Просто Ты Ты узнаешь Как работает аппарат Как им управлять Как сделать Там Да Чтоб там Волос не уставал То есть Ты технику Изучаешь А поешь Природой своей Понятное дело Это Ну разные моменты Согласись То есть Может быть Когда ты Действительно Кому-то пытаешься Ну пытаешься Пародировать Это Ну это все Это никуда Дорожка Потому что Действительно Только Индивидуальность Там Тембра Голоса Звучание Манеры Там Подачи Это Да Я считаю Что нужно У нас тут Какое-то второе Интервью Виннигласа Ну Стрим же И у нас идет Задают вопросы Радио Частично Сейчас Песню А другие Чтобы Ты слушаешь Песню Кто грустит Кто грустит Мы отвечаем На вопросы И беседуем Чтобы не потерять Своё я Надо быть Очень аккуратным В этом плане Оставить Какую-то уникальность Своего собственного Аппарат Требовать Иначе Сливаешься Со всеми Одним же Врухом Исполняем Тебя уже Ко-нибудь Ну вот так как Не слушать Никого Чтоб случайно Кого-то Не спонсировать Ну вот как Вот этого избежать Ну я думаю Что нужно просто Реально Поменьше Не то что Не слушать А ну Послушал Хорошо Но не надо Стараться Всё это дело Сразу повторять Эпичные Какие-то Вот я не знаю Прям Такое Эпичные Исполнители Эпический Жир Прям Эх Эпический Это класс Это Поехали Группа Диджи Мортал Ещё совсем Немножечко Времени У нас Прямо Сейчас В гостях Продолжаем Общаться С Сержем Что? Вертолёт Да Прилет Вертолёт Прямо На крыше Студии Радиорог Онлайн И к сожалению Господа москвичи Нас Покинут Поэтому Скорее Быстрее Хватаем Гаджеты Задаем Вопросы Сержу Пока Он от нас Не убежал Поговорим Уже Раз мы Начинаем К финалу Двигаться Будущее Не так глубоко Как до этого А Так Ну Ближайшие планы Вот Что Пишем альбом Обращаемся К слушателям Краутфандинг Ребята Ждите Предлагайте Свои ништяки Во-первых Ребятам В группе И Ну В общем Ждите Что скоро Вам обратятся За помощью Да У нас будет Пост Скоро Я думаю В ближайшие дни Мы опубликуем Пост И В комментариях Вы можете Как раз Написать Что Вам уникального Такого Хотелось Получить От группы И мы Это Обязательно Включим В тот самый Проект В акции На Краутфандинг Платформе Которую Мы выберем Ну А так В общем Пишется Да Материал Пишется Альбом Я Так Сказал Если В процентном Соотношении По Музыке У нас Процентов Наверное 65 Уже Написано В таком Уже Удобовремом Варианте Еще Где-то 30% Такой Демо Вариант Но Мы Даже Больше Скажем Мы Сделаем Больше Треков Чем Альбом А потом Из них Будем Уже Оставлять Те Которые Подойдут Самая Ну То Что Логически Подойдет Объяснить Пока Ну Я думаю Обязательно Когда послушаешь Обязательно Но это Надо Еще Терпение Да Немножко Подождать Дайте Ребятам Выносить Вот это Детичь Своё Ну Как Ближайший Концерт У нас Один Единственный Понимаю Но Дет Светит Поэтому Ребят Все Кто Вдруг Переживает Что Не попал В своем Городе На концерт Или Как-то Ваш Город Ребята Обошли Стороной Или Вот По каким-то Техническим Приезжайте Куда Во сколько Калуга Это Город Калуга 190 Километров От Москвы Не так далеко На самом деле То есть Можно Дорогать Желание Это Будет Сольный Наш Концерт Будем Творить Одни Начало В 9 Вечера Кстати Говоря Все Могут Успеть Только 4 Февраля Это Праздничный День На Следующий День Опять Праздничный День Ой Как Вы Молодцы Праздничный День Так Что Кто Хочет Скажем Так Разно Обрат Ноги В руки Вперед Мы Жем Там Вот Но Такое Желание Все Таки Вернуться На Юг Краснодар Ростов Ставрополь Очень Просит Все Что Не Получилось Не Получилось Но Хотим Весной Выберемся Из студийного То есть Прервете Немножко Опять Для Смены Обстановочки Такой Класс А По поводу Клипов Мы с тобой Судя Говорили Сколько Ой Я Не Считал То Вы Активно Я Думаю Три Наверное Четы Пять Да Нет Мы Как Четы Не Знаем Подход Ты правильно Замернила У нас Схожий То есть Делать Круто Либо Не Делать Круто То есть Те Полтора Клипа Которые У вас Есть Они Просто Офигительные Да Нет Они Офигительные Но Удобоваримые Я бы так Сказал Ну Довольные Остались Вообще Нравится Интересный Процесс Самый Интересный Был Скажу Съемка На Половные Лодки То Что Ночее Снимали Вот Это Прям В память В порт Как Вы Туда Попали Секрет Да История Умал Нет Это На самом Деле Какой Секрет У нас В Москве Ужей Такой Наоборот Лодка Настоящая Стоит Настоящая На Нее Мы Получили Закрошение Чтобы Прям Почесняться Ну Непросто Наверняка Да В общем Эти ребята Умеют Могут Мне кажется Что Из ништяков Из ништяков Краутфандинге Должны Какие-то Секреты По поводу Того Как Пробиваться Вообще Вы Люди Да Ребят Давайте У нас Еще осталось Несколько Композиций Время У нас Поджимает Уже Давай Сразу Послушаем Те Кто Спаслись Я думаю Единственное Что у нас Еще Есть Минут Пять Потому Что Мы До Вертолетов Ну Да Вертолет Конечно Не ждет Давай Сейчас Слушаем Смотри Тогда Давай Композицию Выберем Или Кассиопея Я Те Кто Спаслись Наверное Серьез 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 А те Кто Спаслись Меня Серьез Не слышали Ну Смотри Я от тебя Отталкиваюсь Мы же сегодня Без заготовок Все Давайте Все Под финал Под конец Ну Просто Серьез Для тех Кто Спаслись Татьяна Ипатова Сказала Все Все Хорошо Раз Татьяна Сказала Значит Ставим Те Кто Спаслись Слушаем И Прощаемся Ну Давай Сначала Послушаем Попрощаемся Что ты с ним Я не знаю Смотри Мы попрощаемся Я включу Еще Поставлю Кассиопе Или Здесь Галатки Все Окей А шкаф Пролете Спасибо Ништяк Предлагаю Возможность Петь любую Песню С вами На сцене Черный Вор Что Ты Я куплю Этот Ништяк Черного Вор Я могу Хорош Хорош Ништяк Но Это же Вот Опять Это же Музыка По мне Еще раз Всегда Всем Напой Песни Ты мне говоришь Что Ну Я о том Чтобы понять Насколько То или иное Музыка Или не музыка Напой Песни Вот Например Черный Ворон Все Поется А теперь Напоем Да Сейчас Какой Неболбот Ну Какой Небудь Позиция Из Тяжелой Музыки Брутая Я Ну Любой Человек А Ну Он Не Споет Конечно Вот Я о том Говорю Музыки Нет Недавно Начался Своим Немецким Александром Каш Группа Самсо Стран Вот Он Тоже Сказал Что Див Музыка Именно Музыка Где То есть Рифы Есть Кач Есть Драйв Есть Звук Клевый Музыка Где Это он Про кого Варил Вообще Про вас Про сцену Про сцену Не Ну Она Есть Просто Далеко Не все Что Звучит Из Каждого Утюга Это Музыка Есть У нас Качественная Рупция Выбор Сейчас Огромный С другой стороны Возможность Есть Вписаться И Делаться Хорошо Наши Мастодонты Так Назов Музыка Но С лукой Они Всего Возможность Не Бользуют С Что Дальше Понятно На кого Конкретно Ты У нас Сейчас Бочку Катишь Ну Ну Лучшая Металл Группа В России Помадна Или Две Музыка Ты Видишь Каждому Своё Тот уровень На котором Он Находится Кому То Лень Куда Прям Продвигаться Напрягаться А У вас Такой Перфекционизм Это На самом Деле Круто Когда На совесть Торг Это Потом Получ Это Зерно Которое Ты Понимаешь И Оно Сразу Мы Делая Первый Альбом Так Серьезно Примерно Честно Говоря Знали Что До Небес Не Пулем Ну Потому Что Нужно Само Время А Только Сейчас Люди На этот раз Слушают Тот Материал Который Мы Десять Лет Назад Записали Парадокс Но Поэтому И здесь Будем Мы Сделаем То Что Будут Слушать Завтра Сейчас Может Нет Может Какие Другие Тренды Я Не Тоже Галак Слушать Но Могу Сказать Открыто Что Слушатель Который Он Очень Бум И В этом Беда Беда Почему Беда Ну В основном Своем Конститут Другой Массы Обладают Не столь Вот так Нужен Монгил Поэтому Я считаю Что это Плюс А не Минус Ничего Больше Спеть Про Ижи И все Избирать Олимпийские Вообще Вот Парарапам Парабам Ну Ну Поняли Тут Еще Видишь Что Мне Кажется Упирается Все В бабло Нет Сейчас Уже Какой музыкарк Может похвалиться тем Что он Ну Не каждый Второй Что Он Может Тебе Позволить Заниматься Только музыкой Исключительно Это Сейчас Либо Либо Должен Заниматься Той Которая Никуда Да Да Поэтому Тут Такая Палка Двух Конца Готовы Пока Ну Что Вот Настал Тот Самый Не Позитивный Момент Почему Ну Почему Ну Потому Потому Что Потому Что Приехал Гость Так Ненадолго И Вот Уже Вертолет И Нужно Уезжать Ждать Нового Альбома Концерт В Петербурге Который Даже Нигде Не маячит Но Наверное Отчаиваться Не стоит Ребята У нас Есть 5 Альбомов И Один Плаживый И Один Еще Заготовочки Которые Можно Один Поддержать Шесть Заюзать Просто Ну Я не знаю Додыр Если Это еще Не сделано Задырить Вот Давай Серж По-доброму Попрощаемся С слушателем По-хорошему По-хорошему Спасибо Что пришел Что приехал Специально Это вообще Ну Я не знаю Это Нереально Приятно Приходи Обязательно Еще Мы Повещаем В следующий раз Постараться Не проводить Никаких Профилактик День Вашего Концерта С удовольствием Будем рады Тебе Еще И не раз Спасибо Большое Приятно Что Существует Радиостанция Что люди Занимаются Этим делом Я всегда Именно По этой причине Готов Такие расстояния Преодолеть Потому что Понимаю Что Как люди Поддерживают Нас Мы поддерживаем Такие начинания И я благодарен Вам Как Останции Ну и Соответственно Слушателям Всем И нашим Поклонникам Которые Сейчас В нашем Стриме И Поклонникам Вообще Радиостанции Роконлайн Надеюсь Для кого-то Мы стали Открытием Каким-то Наверняка Это случилось Негативным Но Как-то Мы повлияли На Ваш Пятничный Вечер Спасибо Большое И Обязательно Скорее всего Вернемся И уже Наверное Да Без профилактики С новым Концертом Альбом Очень будем Ждать Спасибо Еще разок Всем пока Ребята Отдыхайте Продолжаем Радовать вас Группой DJ Immortal Еще Немножечко Минут Дети Галактики На ход Ноги Но Сержу Всего Самого Наилучшего И Ну Бомбического Альбома Очень Ждем Большое Спасибо Всем пока Ну Слушай Ты просил 18 А сейчас 21 17 Али Я Не Ювелир Мне кажется У оператора Руки Вот так Засряли Просто